Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television, с вами Сафир Тройки У нас 152-я серия приключений Геральда Ведьмак 3 Дикая охота, дополнение кровь и вина Ну что, поехали Так, и давайте то, на чем мы остановились в прошлый раз А это нот Школа Монтикоры Нам нужна Только раз в жизни Геральд видел доспехи, выполненные по чертежам Школы Монтикоры К тому же неполные и, правду сказать, сильно поношенные Когда подвернулась оказия собрать полный комплект Гроссмейстерских доспехов из Школы Монтикоры Ведьмак ни минуты не колеблясь отправился на поиски Ну вот и мы не будем ни минуты не колебаться Обратите трепещущие сердца к доброй книге Лишь она дарует вам утешение Рыцари, опасайтесь перхоти Снимайте шлем хотя бы раз в день Рыжиналь, добре, возвращайся Не пропустите Покупайте билеты Так, давайте К выходу каком-нибудь подойдем Вот сейчас будет В жилах Тусанта течет Столбик Итак, ближайшее место у нас Ёла пала Вот дворца, а будем скакать Красивая новая Ну и суши Шевелись плотва Что там далеко лететь Палетать не хочет Не, никакой не хочет Ну поехали тогда так Поскакали В городах Типа ограничена скорость Передвижения Поэтому Мы не можем быстро Скакать А, так Лежим Сюда О Пока нельзя скакать О Да, слушайте Это те руины Походу Делал Которую Пошла Выполнили задание Вильные войны Ну давай 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 А может и нет Какие-то поводки кода искателей Интересно Остались здесь Какие-нибудь вещи Мертена Да, вряд ли А вот спрятанное Сокровище Кстати Черная краска Даст Воспоминания Библиотекаря Воспоминания Библиотекаря Я промышлял Контрабандой И крал Признаюсь в этом Я стыжусь Своих поступков Но Что же мне было делать Жалование писаря Было До смешного Низким А ведь я должен был Посылать деньги Матери Я был вором Но ведь Я так же делал Много хорошего Для дворцовой библиотеки Это я И никто иной Доставлял для нее За границей Жития пророков Дхавердер Не прочту Науку Повивального Ремесла Для женщин И многое другое Это мне дворцовая библиотека обязана описанием всех наук для счастливой жизни необходимых и столь редкими изданиями, как Spectrum Aureum или The Larvis Significate Figuris Comics, кражи и контрабанда и ни о чем не свидетельствует. Истинная ценность человека определяется тем, как он относится к книгам. Нужен ключ. Отлично. Ты что за хрень? Я чуть не наложу в штаны. Походу, делал какой-то призрак, что ли. Давайте, на всякий случай, серебряную. Ха-ха-ха. Так и обкакаться недолго. Нет, слушайте, это не призрак, мать твою. О, да. Попался этот. Это вампир. Генида, а? Что это? Что это, блин? Что это, блин? Бомбы еще какие-то делали. А, блин! Надо добиться. Да. А, блин! Да. они сильны трэш какой-то вот честно вампиры альп Выглядит оно как Брукса, но это не Брукса Из разговора Ведьмака со старостой Соколовки Альп это вампир, внешне похожий на Бруксу Кое-кто зовет их привидениями, но это название им очень подходит Поскольку привидения тоже преследуют и терзают людей Обычно они принимают женскую форму, но могут выглядеть и как животные Чаще всего они бродят вблизи деревень Нападают ночью, особенно активно при полной луне Слюна Альпа усыпляет бодрствующего человека А у спящего вызывает ужасные кошмары Бывает так, что человек ложится спать здоровым, а на утро находит его белым как снег И без капли крови в венах Так, ну да, мы в принципе угадали Ну да, Брукса поинтереснее будет Так, Ирден Да, попал я тут с этим альпом О, записки приговоренного к смерти Солнце уже встает, я успею воспользоваться светом дня Чтобы написать это письмо, прежде чем за мной придут и поведут меня на эшафот Я не знаю, кто будет читать эти слова и прочтет ли их кто-нибудь вообще Может я пишу их просто сам для себя, чтобы выбросить все из себя перед казнью и очистить себя перед самим собой Да, я его убил Да, сего дня я лгал Надеюсь избежать казни Я по-прежнему считаю, что он заслуживал смерть за то, что он мне сделал Поступил ли я плохо? Быть может Но он наверняка был плохим человеком и заслужил смерти Последний суд это право богов И это они вынесут приговор И ему, и мне Я слышу шаги стражников Пусть смилуются надо мной боги Так, ладно Давайте, здесь у нас еще сокровище какое-то есть Дневник канцеляриста Дневник канцеляриста Фрагмент дневника, запачканного кровью Со спинномозговой жидкостью Трэш какой-то Мой очередной день в должности канцеляриста В казначействе княжества Тусент Обещал пройти как обычно Утренний набег Набет Набет Бля Утренний багет С каламбером Болтовня до полудня Потом немного бумажной работы и домой Сегодня, однако, все перевернулось вверх ногами Я нашел в архиве крайне интересную записку И ключ Ключ показался мне даже интереснее Потому что, согласно тому, что я вычитал В покрытых пылью записках Он должен открыть сундук полный золотых монет Но обо всем по порядку Проводя инвентаризацию папок Я нашел рапорт В котором была описана процедура Реорганизации тюрьмы Бастой Которая проводилась по приказу Князя Генриха Жирного Как этот эксперимент кончился Всем нам известно Ибо руины темницы до сего дня наводят ужас А легенда о живущих в них Духах убитых стражников Успешно отпугивает потенциальных туристов Однако я не знал Что среди этих заброшенных развалин Может валяться сундук Ключ от которого я нашел Приложенному к рапорту Сундук полный крон Которые должны были пойти на закупку книг Провианты для заточенных в тюрьмах узниках Кто-то из тогдашних канцеляристов Пал в грех забывчивости И выслал начальнику сундук без ключа Может оно и к лучшему Начальника посадили на кол А со всех стражников спустили шкуру Так что эти выродки наверняка Наложили бы лапу на сундук А может он где-нибудь там еще лежит Люди тоскуют, что проклятия Которые изрыгали зверски замученные Пробудили какие-то злые силы Но ведь люди болтают И то, что если Аферец станет императором Нельфгарда То наступит конец света Так что я думаю Не стоит эти слухи принимать на веру Тюремный эксперимент Давайте посмотрим Что у нас за тюремный эксперимент А, вот он Тюремный эксперимент Буждая по склонам горгона Геральт набрал на мрачные руины А в них практически споткнулся от тела Как обычно ведьмак проверил Не найдутся ли какие-нибудь записки Проливающие свет на обстоятельства Смерти нечастного И не ошибся Нашлись дневник и ключик Из дневника наш герой узнал Об истории неудачного эксперимента Который закончился уничтожением тюрьмы Бастой Он также нашел сведения о ящике полном золота Который должен был быть спрятан где-то в руинах Давайте посмотрим Ящик-то здесь Вон он Ух ты, ёберный театр Служебные рекомендации Рекомендация по проведению процедуры Реорганизация тюрьмы Бастой Начальнику тюрьмы Согласно рекомендации его сиятельства Княня Князя Гереха Третьего Начальник тюрьмы Бастой Якоб Олеск Обязуется провести следующие изменения Первое Увольнение половины состава тюремных стражников Второе Запрет применения физического насилия По отношению к заключенным Третье Отмена наказания карцерам, голодом и батогами Четвертое Разрешение заключенным располагать личным имуществом Пятое Разрешение заключенным совершать прогулки вокруг исправительного центра Шестое Закупка присланных средств провианта высшего качества А также необходимых дидактических материалов Привлечение на эти же средства учителей Для обучения заключенных к чтению письмо Его сиятельство Достопочтимый князь Генрих Третья Считает, что эти изменения В соответствии с веяниями Популярными на просвещенном юге Будут способствовать снижению уровня преступности Во всем княжестве Указуя молодым преступникам новую дорогу в жизнь Младший писарь Кацеляри Филипп Жори Жоржи Симбарда Так, давайте теперь Мантикора Так, слушайте, теперь нам вообще надо в другой конец света Кстати, какой замок красивый отсюда А нам надо далеко В поля Ого Так, ну давайте здесь Руины крепости Острее Если это, конечно, будет Правильным шагом Так, давайте посмотрим У нас глоссарий книги Все прочитали Так Так Знаете, конечно, тут очень сложно что-то судить Потому что, блин, очень пошло Неудобно все сделано теперь Как бы по дизайну вопросов нету А вот удобство оставляет желать лучшего Отказался Тут летает Вперед, плотва Так, теперь самое главное Чтобы на нас Это все не полетело Блин, 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 блин Не хотела драться-то Режим от себя Вроде оторвались Так, ну это ближайшая точка у нас Предлагаю прорвать просеку Давайте мы, наверное, с лагеря бандитов начнем Так, давайте мы сразу тогда Все сделаем как надо Ничего себе, лагеря огромный Так, сейв нужен Так, все Поехали Привет Убивай Давай, давай, давай Вольно 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 Где-то гневно стреляет Извлек Ох ты Внизу Хлопы Все Так, сколько у нас 89 и 170 Сектоиды Недалеко где Пасутся Неотправленное письмо Бандита Прямку Дому тех Коровая Колокола Боклера Братишка Пишу Коротко и поделаю Имел я Филиберта Скворца Видал в глубокой жопе А вот, может быть, у меня на Бую Повесил Повернулся У меня тут свои дела Благодаря этой летучей серебряной курице Жить могло Как Паша Зериканский Ребята тоже довольны Потому как добивать Раненых купцов Это чистая работа Сильно не устаешь Кровью особо не измажешься А какие товары Можно Захапать Вчера, например, проезжал Караван полный бочек Ромом И всяческой И вяленой ветчиной Ну и пир был Потому говорю тебе, братец Бросай ты эту работу В бордель И присоединяйся К моей Веселой компании Матушка, наверное, Каждую ночь плачет Что ее младший сын Вышибал и трудится В доме Терпимости А как Все ей легче На сердце Сделается Если она узнает Что ты будешь Под моей опекой Твой старший брат Варфоломей Мартын Чеховский Так, давайте мы тут Оберем немножко всех Что тут у нас есть Интересное Так, в повозке еще что-то там застряло Есть Ну, вроде бы и все Ну, да Небогатый лов Так, теперь нам сюда Хотя 140 Я и сам побегу Рассадник чудовищ А, у нас же Пропит Да Так, что у нас тут Выглядит как-то Неприветливо Блин, глубокая пещера Слушайте, может мы зря сюда пошли Может быть это здесь Хотя В пень Это скоро Дурак что-ли, а? Сих Блин, что ты фигурок Блин, что ты фигурок Еще две Еще две Еще две Еще две Да, жестко Да, жестко Ну, вот это школа кота У нас тут Дневник Александра Я сжег за собой все мосты Быть может я мог бы еще вернуться Если бы не то, что я совершил убийство И забрал с собой эти красмейстерские чертежи За мной наверняка уже гонится Остается надеяться Что если дело выгорит Я начну новую жизнь Далеко на юге Конец Ведьмачему ремеслу Я не могу полностью доверять Делоне Тем более Что он попросил О встрече Логве бандитов Черчежи я спрятал в пещере Которую Не войдет Ни один нормальный человек Если все пройдет спокойно Я получу деньги Открою ему расположение тайника За дополнительное вознаграждение Схожу с ним к лисим ямам А если мне повезет Кто-нибудь найдет эти записки То пусть знает одно Стоило убить своих Стоило украсть Лишь бы только бежать От этой паршивой жизни на пути Я думаю ведьмаку порой хочется Бросить все И уехать куда-нибудь Этот решил добиться Своевой ценой Здесь много лет никто не живет Но какие-то следы могли остаться Так, давайте сохранимся Ах ты бля Любовное письмо Подписано Белый Дэ Гюнес Мой дрожающий друг Густав Жажду поблагодарить тебя За нашу последнюю встречу Сама мысль о следующем свидании Доставляет мне Незримую радость Земную радость Ты мог бы поверить Ты мог бы поверить Что еще недолго Столь чужие Друг к другу люди Могут стать Настолько близкими Ты спрашивал Есть ли что-то Что я особенно ценю Я всегда питал Слабость к цветам Густав Мой трагический Погибший жених Собирал Для меня Душ Душных ямах Я солгала Если бы не сказала Что видела Цветы Краши Ах Той одной только мысли О том Что ты решишься На такое Самопожертвование И своими руками Собрал бы Для меня букет Мое сердце Ускоряет ритм Собери для меня цветы И докажи Что ты В самом деле Меня любишь Твоя навсегда Белла Дэ Гюнес Больная Так Здесь что-то есть Стоп Почему Можно было Пойти Ааа Так Давайте Мы знаете Что сделаем Мы выспимся Да Не то Выпил Неплохо Так Ладно Уходим Отсюда А то мы так И задания Не выполним Ух ты Блин Отсюда Только один Путь Слушайте Пипец Как светят На глаза Так Белый мед Так Давайте дальше Там еще у нас На пути есть А нет Там больше ничего нет Клотва Давай Клотва Куда ты В пещеру Ты решил Бежать Ух ты Здесь какой-то Прямо городок Наверное Это имение Деланэ Так Подождите Берегись Белого Уже Это понятно Так По ходу Дело Там Что ж Надо как-то Попасть Внутрь Не Нехрена Давайте Бежим Не хочется Залезать 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 Отсоси Замерти Залезать Дело Живой! Субтитры сделал DimaTorzok Ох, раны святого лебеды. Спокойно, все кончилось. Благодарю вас, сударь, и прошу простить за секундную слабость. Не желаете какого-нибудь снаряжения? Вилла с виду заброшенная. Ты ее владелец? Скорее, временно смотреть. По распоряжению министра казны я должен опекать собственность пропавшего графа Делане. Только во дворце никто меня не предупредил, что вилла — логово разбойников. Впрочем, благодаря вам таковым уже не является. У тебя нет ничего на продажу? У меня есть фуфло на продажу. А, слушайте, а может он купит что-нибудь? А он вообще не покупает. Приехали мне. Спасибо, бывай. Кстати, мы уже там письмо какое-то взяли. Давайте прочитаем. Так, это мы читали. Вы тоже читали. А как мне понять, что мы тут не читали? То есть я вниз как бы листа... А, ну вот, наверное. Блин, ну слушайте, ну это прям... Бред. Бред. А, вот здесь можно смотреть. Читали, читали, читали. Вот приказы для Рубина. Рубин, какой-то шелкопер со двора ее сиятельства вынюхивает что-то на вилле Ведетте. Мне верено, мне, наверное, надо объяснить, почему мне это не нравится и насколько. Вам надо его найти и убить, поместь и сжечь всем, кто с таким... Всем, кто бы с ним не сидел. Веревку на шею. Никакого насилия, никакого сажания на кол, никаких церемоний. Возвращайтесь быстро в руины, артах. А то у меня для вас есть еще работа. А, Страген. Давайте еще посмотрим. Так, ну в любом случае надо здесь все обыскать. Так, там наверх можно было подняться, кстати. Так, что это такое? Нет, гриб. Что-то взял и опять не проявилось. Записка мусора. Поэтому и не проявилось. Так, здесь закрыто. Закрыто. Письмо Бартоломею Делоне. Письмо Бартоломею Делоне. Дорогой Бартоломей. Я получил это твое письмо и рада, что ты нашел решение своих проблем. Ведьмак, судя по описанию, действительно может быть опасен, но ты же всегда повторял мне, что все они ходнокровные убийцы и выродки. Однако, я думаю, что ты, несмотря ни на что, должен согласиться на его предложение. Если эти чертежи действительно иллюстрируют новейшую технику изготовления доспехов, тебе удастся не только выполнить контракт, заключенный с достопочтимой княгиней, но и вдобавок прославиться. А ведь именно это было для тебя всегда так важно. Попросишь у охраны, у бандитов из дворца Галеон. Это хорошая мысль. Если уж рыцари не смогут с ними справиться, то ведьмак тоже почувствует к ним уважение. Рождение в недобрый час всегда испытывают уважение друг к другу. И все-таки береги себя во время этой встречи. Бандитам и мутантам никому нельзя доверять. Всегда твоя, Белинда Делона. Очередная история жизни, принесенной в жертву жадности и амбиции. Блин, слушайте, я кота что-то включил? Да, слушайте, это кота включил случайно. Так что это. Надо наоборот переключить на мантикора. Вот, давай сам наверх еще есть. Значит, все сразу будем выполнять и кота, и это. Так, давайте теперь мантикора. Обыскать тюрьму Бастой. Далековато. Не, на такую не рассчитывал так далеко бежать. Так, делайте туда. Так, даже за закрыто. Аус. 1700. Как там? 390. Блин, ну если уж мы здесь, давайте сюда, ладно. Так, замок открыт. Так, побежали. Должно быть, об этом бандитском ладиме приписал. Ребят, по-моему, меня до сюда ввалится, все эти скупы их много. Нет, давайте все-таки мантикору сделаем, потому что что-то из пола катает. Что-то серьезно-то. Чуть 200, наверное. Суха, это ведьмак! Суха, это ведьмак! Я думаю, что к такому количеству народа, как было там в замке, мы будем подходить полномерно. И, мне кажется, на это много времени уйдет. Вперед, плотва! Ой! Давай, давай, давай! Ну давай, давай, давай! пошла чуть-чуть осталось что так ну чтож мантикора да мы идем к тебе здесь тоже что то есть обыскать тюрьму бастой сушите за мой вообще изначально скорюшку катает нас перепутал так не движонок нам не нужен бог ты мой а офигеть как высоко блин слушайте а мы и так и не нашлись ничего отвлеклись слушайте здесь можешь подземный вход есть какой-то возможно какой-то вход должен быть я ничего не а вот кстати смотрите башню вот есть чертеж стальной меч шкула мантикора дневник узника 30 бирки 1200 первого года мой товарищ понимает по несчастью мертен что столько месяцев оставался твердым издевался над моей верой в лебеду и прославлял прелести разгульной жизни сегодня совсем сломался признал что растранжирил отведенное ему время на утехи а получил от этого лишь неволю и полную потерю достоинства я пытался его утешить и указать что есть другой путь что он сможет бросить прежние привычки и посвятить свою жизнь лебедя и его учению пока пока что мертен остается глух к моим советам однако я верю что когда нибудь это изменится и я передам ему истину так там дальше нечитаемая запись потом 17 ламаса 1202 года просто удивительно как же хорошо теперь беседовать с мертеном даже не верится что некогда мы взаимно не могли бы на вынести даже виток друг друга ныне же это совсем другой человек я чувствую что он ступил на новый путь и впитал как губка все что я рассказываю ему о лебеде его учениях какая же радость что в этом темном затхлом узерище пророк послал мне кого-то благодаря кому жизнь моя обретает смысл так дописка стерта 43 блата свершилось наказание мертена подошел концу и он покинул стены этой проклятой темницы наука которую в течение последних 20 месяцев старался ему поведать как видно не пошла для него бесследно мертен принял решение отправиться в паломничество чтобы проститься со старыми привычками открыть путь к новой жизни по моему совету он решил отправиться пещере в которой лебеда обрел просветление и на всех стенах который начертал 4 из своих великих истин питая надежду что аура этого места поможет мертена как во многом многим до него стяжать очищение и придаст ему сил в дальнейших скитаниях ибо далее я посоветовал ему отправиться в далее неразборчиво судя по дневнику едва выйдя из тюрьмы мертен отправился где вроде как обитал пророк лебеда туда и отправимся так давайте стальной меч посмотрим и так насколько мантикора мощнее чем допустим все что у нас есть так стальной так а просто меч мантикора так вот стальной меч мантикора 8 пробитие доспеха 250 охренеть так неплохо так к нам километр бежать до следующего куда хоть и тита суда ну там есть близко так давайте мы наверно туда на руины крепости шевелись плотва ты ящик не стала в этот раз она на меня нападать ну далеко от а но пошла ой и а сори ой 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 нсу Ух ты, ух ты, где она? Белая пантера Так, давайте все-таки мы намажем клинок этих зверей Так, сейчас вылечимся, отоспимся и пойдем Все запасы кончились Ну нормально Так, ну что ж Вот пещера, которую упоминал Мертен, надо бы тут осмотреться Надо бы, надо бы Здесь повсюду карточки с молитвами Может Мертен тоже такую оставил? Воистину убогого подаяния подержи Но вместо того, чтобы дать убогому целый арбуз, дай ему пол арбуза, ибо иначе убоги может свихнуться от счастья Лебеда, богословенно твое имя, пусть мой сын Юлиан поедет без приключений до коверы Пусть же найдет себе жену родовитую и зажиточную паскаль Текст размыт Да и поразит гром Жан-люка, да и пожрет холера его кашки, ибо такого он, как он, распутника, сукиного сына, и еще поискать надо, Бастьян Так Молитва Мертенна Молитва Мертенна Седьмое Фиайна 1203 года Придай же мне силу, дабы не согнулся я Укрепи меня любовью, дабы я не усомнился я Дай мне силы духа, дабы я сумел оставить позади то, что прошло, и отвагу принять то, что будет Я Мертен, воспитанник ведьмачьей школы Мантикоры Начинаю ныне свое паломничество здесь, в пещере которой пророк Лебеда 23 дня и 23 ночи Постился и предавался бдению Я предлагаю, что это Искуплю все твои грехи и злодеяния Пойду путем искупления и избавлюсь от всего, что связывает меня с прежней жизнью Дабы с достоинством мог я вступить в ряды исповедующих учения наивысшего и называется новым человеком Посему направляю в святилище Лебеды, дабы встретиться там с великим нищим человеком, который проник в суть учения Лебеды, как никто другой в этой слезной юдоле И выслушать его советы и наказы на дальнейшем пути искупления Есть! Мертен написал молитву на обороте чертежа Видимо, освободившись из тюрьмы, он зашел сюда, а потом отправился в святилище Вот гнида Так, текст размыт Уже просил Милители ездить в Труига, но все зря Так может, хоть великий Лебеда услышит мою молитву Хочу я быть старым, уродливым и толстым, и быть могу уже смотреть на всех этих красавчиков Они скучны, как стоячая вода Я, хотя, вы стараюсь быть интересным, Квентин Пусть я буду красивые, стройные, соблазнительные, соблазнительные, вечно молодая А эта толстожобая шлюха-мария, пусть зашвеет вся Бабетта Вот блин, уроды Так, что тут У великий Лебеда сделай так, что мои поля приносили обильные плоды А береги их от засухи и паводков, но только мои А то моему соседу в последнее время так и слишком везет, Гастон Великий Лебеда пошли здоровья моей мамочки Пусть она поправится и никогда больше сильно не ужирается Антуанетта Не делай ближнему того, чего не желаешь Если только ближний не причинил тебе чрезвычайного ущерба, если не изобиловали подлость в деянии его Так Какая-то шиняга Еще тут ведь что-то Помни об умеренности во всем В еде, в пяти, в плотских утехах Ибо тот, кто злоупотребит радость ими этими Пронесется на утро с великой головной болью и вялым членом Ух ты, ё-моё, два километра Вы чё, шутите всё что? Ну давайте Пророка сам достанусь под земли Ты чё, плотва? Совсем что-то затупило Давай 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 Так, ну чтож, ближайшая точка Два километра охренеть О, мост но пошла можешь хоть что-то блин просто замечательно там пророка лебеды что это такое мы пока это не будем делать пойдемте по заданию великовато скакать давай заболевать обойти может когда хочет так что это не бандиты не бандиты гордец здесь должно быть то и не мозги не пудри в этом святилище и писал мертен надо глядеться вдруг на еду что-нибудь интересное нет блин было не было сломаю риск в таком месте призрак великого ничего вы чушите что ух ты был в лесу посилён дружок хорошего понемножку освободили мрачные дебри кает мэрквита в северо-западной части княжества туссен за рекой блессур расположена пуща каэр мэрквит вотчина друидов которая на основании договоров с владыками княжества обладает полной автономии пуща является одним из главных места рождения буклерского дуба важной составляющей в бочарном промысле региона в силу соглашения гильдии бочаров фамильной предводительницей круга друидов вырубка дуба в настоящее время строго ограничена до соблюдения природного равновесия в регионе в 1267 году когда фламинника предоставил убежище друидам каэдху что в агрене на территории святилища произошло столкновение бандитов которые хотели укрыться от справедливого суда в рощи показательно сожгли в знаменитых ивовых куклах после этого инцидента границы каэдмырва охраняют мощные магические барьеры я никому не советую заходить в эти места без приглашения фламинки путеводитель по туссенту автора петрина фалисандра чудные обычаи туссенсов фрагмент где же теперь времена арамана и гэшона или мартинуса де ла пака героических рыцарей которые делом чести считали бескорыстную помощь нуждающимся в туссенте страствующие рыцари хотя они все же не являются регулярной армией получают твердое жалование из казны самой княгиней и я спрашиваю я куда куда же это годится разве же рыцарь как никак дворянин должен взимать плату за свой герой геройские поступки разве же он обычный наемник или даже тьфу гребаный ведьмак разве слезы счастья спасенные им дамы не должны служить для него лучшей наградой для удовлетворения ни за что не уяснюсь уяснить этого не могу перефразируя слова мудреца арене де госпитальера но и глупые же эти туссенсы записки александра де осенда в визитах в края странные и непривычные да кости великого не призрак не упокоится пока я не похороняю его останки в первой комнате были какие-то саркофаги может воспользоваться одним так стоп туссент герцогского из мира сказок и чудес когда путник северных земель впервые попадает в туссент ему кажется что оказавшийся в стране сошедший со страниц книгских волшебных сказок здесь не встретит он никогда изнуряющей погоды ибо же даже зимы в туссенте солнечные теплы вели а слушайте а мы это читали кстати читали мы в дополнение каменные сердца так ну что ж дневник великого нищего на 7 фрейна 1230 нападение учащихся воспротивившимся мою пребыванию здесь жители ближайшей деревни становятся все более агрессивными и мне нравится что я проповедую истину потенную их прежним башкам не в силах они понять что только лебедя найдут они свое спасение они грозят мне смертью но если я должен не умереть во имя лебеды и если такое предназначение выбрал для меня пророк то тем более буду я счастлив сумев исполнить его исполнить 14 фейна 1203 я только что простился с замечательным гостем настоящим неофитом необычайно жаждущим веры и истины звался он мертен был никогда ведьмаком но бросил это несчастное нечестивое ремесло дабы вступить на путь истины мы много беседовали предавались бдением и молитве он оставил здесь во славу пророка многое и своего добра которое привязывало его к прошлой жизни он продвинулся далеко вперед ах если бы все последовали лебеды были столь усердны как этот мир стал бы лучше мертен также открыл мне горькую правду о бесчисленных поступках кое совершал а потому посчитал что я если что если его очищению суждено притвориться в жизнь он должен добраться до скрытой часовни дойти до столь потаённого места выдолбленного в скале населенного опасными существами само по себе вызов и испытание кому лебеда позволит войти в пределы часовни тому и отпустит он грехи и преступления и мертен пошел да хранит его святой лебеда 19 фрея 1203 судьба моя предрешена я умру за веру умру за истину умру за лебеду в эту ночь на святилище напали люди из деревни банда пьяных головорезов с криком на устах угрожали они что раз уж меня зовут великим ничем я должен я нищенствовать и просить у лебеды милости они ограбили святилище вынесли все ценности оставив по счастью книги которые посчитали ничего не стоящими а самого меня замуровали за стеной если лебеда не пошлет мне помощи то я здесь окончил свою жизнь во славу его так давайте мы это тело положим обратно готово теперь его душа должна обрести мир так ну что ж друзья это была у нас 152 серия приключений гера для ведьмак 3 дикая охота дополнение кровь всем спасибо и до новых встреч на канале про геймер телевизион с вами был софер 3 тройки пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч